Экономика Азербайджана успешно преодолевает последствия пандемии коронавируса. По итогам первого полугодия 2021 года производство валового внутреннего продукта достигло почти 40 миллиардов монатов, или более 23 миллиардов долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2021 года значительный рост продемонстрировал не нефтяной сектор. Подробнее об этом расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова. Альбина, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Медина. Спасибо. По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, по итогам первого полугодия текущего года в не нефтяном секторе экономики страны было произведено продукции на сумму свыше 25 миллионов монатов, или более 15 миллиардов долларов. Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что рост производства в не нефтяном секторе экономики на протяжении последних лет составил более 4 миллиардов долларов, или почти 37%. Таким образом, на долю не нефтяного сектора ВВП пришлось 64,2%. По итогам первого полугодия 2021 года наиболее стремительно выросла доля промышленности в не нефтяном секторе на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленной продукции в не нефтяном секторе составил почти 7 миллиардов монатов, или 4 миллиарда долларов. Тем самым на долю промышленности пришлось почти 27% от всего объема продукции в не нефтяном секторе. В первом полугодии текущего года производство продукции в сельском хозяйстве составило свыше 4 миллиардов монатов, или 2,4 миллиарда долларов. Это на 5,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. На долю продукции, производимой в сельском хозяйстве, пришлось выше 17% от всего объема ненефтяного сектора. По итогам первого полугодия 2021 года был отмечен рост в объеме услуг в сфере инновации и связи 5,5%, а также торговли и ремонта транспортных средств в размере 2%. При этом не удалось избежать в секторе туризма и строительства. По сравнению с тем же периодом прошлого года, спад в этих сферах составил почти 7% и более 1% соответственно. За счет роста производимой продукции в ненефтяном секторе экономики, значительно увеличились поставки продукции на внешние рынки. По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, по итогам первого полугодия 2021 года экспорт продукции ненефтяного сектора составил 1,162 млрд долларов, что на 248 млн долларов или на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате доля ненефтяного сектора в общем объеме экспорта выросла с 11,8% до 13,2%. Такого результата удалось добиться благодаря поставкам технических культур, а также продукции черной металлургии и алюминия. В структуре экспорта ненефтяного сектора плодо-овощная продукция продолжает играть ведущую роль. Поставки фруктов и овощей по итогам первого полугодия 2021 года составили 306 млн долларов. Это 26% от всего экспорта ненефтяного сектора. Хотя по итогам шести месяцев текущего года экспорт плодо-овощной продукции сократился на 22 млн долларов или на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время стремительный рост по итогам первого полугодия этого года показал экспорт хлопкового волокна в 123 млн долларов, что в два раза больше по сравнению с тем же показателем прошлого года. Экспорт хлопковой пряжи достиг 23 млн долларов, рост в 2,3 раза. Экспорт сахара увеличился в 2,5 раза и достиг 19 млн долларов. Поставки на внешние рынки черных металлов и изделий из них выросли до 53 млн долларов, а алюминия и изделий из него до 61 млн долларов. Таким образом, в структуре экспорта наряду с аграрным сектором заметный рост продемонстрировал и промышленный сектор. Медина у меня на этом все. Большое спасибо. Я напомню об экономике Азербайджана в период пандемии. Нам рассказала моя коллега Альбина Абдурахманова.